всем добрый день дорогие друзья уважаемый зритель youtube-канала компания market на связи михара ричард и сегодня у нас макроэкономический обзор рынка на следующую неделю разберем сделки которые я совершал разберем а чего нам ожидать от американского доллара будет ли падение или будет наоборот рост чего ожидать от рынка как вы помните видите что буквально недавно было очень хороший и большой я бы даже сказал обвал фондовых индексов сша поэтому об этом все мы сегодня поговорим и разберемся вообще чего нам ожидать в будущем первое чего начнем это позапрошлой неделе вышли было вернее заседание фрс в котором господин павел заявил про новую монетарную политику если раньше таргетировались по жесткой инфляции ниже двух процентов сейчас будут таргетировать так называемое ожидание по инфляции то есть фрс может допускать инфляцию больше двух процентов и больше не будут таргетироваться на уровень занятости то есть сейчас самый главный показатель для фрс а это именно уровень занятости данные по которому буквально после сегодня вот соответственно почему то происходит все-таки фрс признал про то что мы пришли в эпоху 4 промышленной революции в то что сейчас в реальной рыночной экономики в текущей 4 промышленной революции экономики важно не то сколько денег вливается в капитал компании ску и сколько денег вкладывается разве расширение новых там заводов новых линий и так далее а важно то сколько людей реально заняты и сколько людей реально работают ведь за счет того что большинство без бизнеса ушло в онлайн на за счет того что упала себестоимость ее собственно упали издержки компании могут продавать те же товары и услуги плюс-минус за одни и те же самые цены и тем самым не растет инфляция не растет такими быстрыми темпами растут цены на товары и услуги вот и реально ну так таргетировать инфляцию это не приведет к экономическому росту потому что для фрс еще важно не просто так выполнить свою цель по инфляции но важно еще и сам экономический рост было уже не один пример того как центральные банки гоняясь за то тем чтобы выполнить таргет по инфляции наоборот убивали сам экономический рост в стране и самый яркий пример это то что происходило в россии и украине за последние года и как результат не экономического роста не нормальных капиталовложений единственные заработки это финал разного рода финансовые спекуляции вот поэтому реальная экономика за счет этого не растет феррес это все прекрасно понимает и собственно перестраивается под уже реалии саврии современной экономики и соответственно ведет политику уже инфляционных ожиданий и таргетируется на уровень занятости ну или же по другому уровень то той же безработицы вот но теперь важно другой на данный момент давайте я покажу это уже на экране на меня уже засмотрели слишком много так так вот наш юнайт остается и на данный момент вы видим инфляция на уровне один процент то есть годовая на уровне 1 процент то есть фрс сейчас может и вполне вероятно он это сделает допустите является на рост два с половиной может даже и три процента раз инфляция будет такими быстрыми темпами расти это все приведет к чему это все приведет к тому что вырастут доходности по тем же облигациям частности долгосрочным облигать если растут доходности по долгосрочным облигациям то в таком случае будет происходить рост о вернее падение цены и как результат выход инвесторов из длинных облигаций и вложение в на более короткий и а также в вложении в тот же фондовый рынок почему фондовый рынок потому что если фрс будет придерживаться вот этой мягкой политики будет разгонять инфляцию изливать новые деньги в экономик это все будет приводить к более высоким тратам со стороны потребителей и как результат это все приведет к дальнейшему к более большим заработком компании а больше заработки компании это более высокая стоимость акции на эти компании поэтому фондовый рынок в ближайшее время будет ожидаться в рост не длинные облигации наоборот в падении также нашим защитным активом от инфляции является золото и она тоже в ближайшее время будет постепенно расти это согласно текущим фактам и ожиданиям рынка если же мы посмотрим еще дополнительно на бизнес то на данный момент тоже видим что бизнес-конфиденс растет и до спиной уже на уровне 56 процента это один из самых больших уровней ну практически доходит до уровня 2000 там восемнадцатого года на из самых самых больших показателей вот поэтому деловая активность растет даже consumer confidence тоже растет уверенность потребителей и вот буквально сегодня вышли данные по безработице и как мы видим безработица продолжает свое снижение и на данный момент находится на уровне 84 процента то есть мы видим что идет и падение безработицы и будут возникает такой свой рода как когнитивный диссонанс потому что с одной стороны если фрс таргетируется на уровне без безработицы и хочет его вернуть к прежним уровнем на уровне ниже пяти процентов а желательно три с половиной процента то в таком случае при падении безработицы к этому уровню фрс будет прекращать свою мягкую политику это тоже отыгрывают инвесторы и когда мы видим что безработица снижается то в таком случае вроде как с одной стороны это хорошо для экономики реальная экономика должна расти потому что больше людей работает больше не получают заработной платы есть потребительский спрос и собственно это все будет разгонять реальную экономику но с другой стороны это все приведет к тому что фрс будет более сдержанно в своей политике и тем самым не будет так много денег печатать и соответственно то что мы сегодня не увидели идет за последнее время укрепление американского доллара видим что евро доллар очень круто падает вот и мы видим что вот буквально где наш я включу на фондовые индексы вот наш фондовый индекс nasdaq 100 буквально вчера упал на больше чем пять процентов сегодня продолжу свое падение но уже идет плавное восстановление s&p 500 та же самая картина падение произошло больше на 3 процента и сейчас идет восстановление то есть сейчас на самом-то деле хорошие возможно для того чтобы заходить в данные активы несмотря на то что они вроде как находятся на максимумах но еще есть задел куда расти и вполне вероятно особенно учитывая что экономика начинают восстанавливаться и можем дальше ожидать дальнейшего роста те же фондовых индексов более того мало того что экономика экономика восстанавливается но еще и дополнительно фрс влил деньги в систему денежная база м0 м2 и баланс центрального банка тоже видим выросли существенно до последние три месяца не немножко подупали но если посмотреть в целом за год это самая одна из самых самая большая денежная база которая только была 5 5 триллионов м2 тоже продолжает рост буквально вот здесь он немножко остановился то есть денег в экономике есть деньги вернее в экономике есть видим баланс банка тоже плавно растет это еженедельные данные на последний год мы видим тоже они очень круто выросли и политика стимулирования продолжается поэтому пока стратегия байс дип то есть покупай просадки работает и можно ее постепенно применять так следующий момент теперь что касается сделать это что у меня было я бы закрывал сделки все касательно продаж евро доллара продажи фунт доллара не оставили сделки только на покупку евро аут покупка фунт аут покупка и с доконаться и буквально вчера я продал викс и я думаю что сегодня еще тоже дополнительно его до продам и объясню сейчас логику и почему и что вообще такое викс кто еще но собственно смотрела и не видел мои сделки по нему по евро доллару на данный момент будет флэт и причем этот широкий будет очень такой флэт в сц возможной более нисходящей коррекции за счет тут сегодняшних данных по безработице по фунт доллару та же самая картина но пока сделок как таковых нет доллар франк тенденция больше вверх чем весна фоне и растущего того же фондового рынка и соответственно здесь можно его ожидать дали весну пока сигналов у меня как таковых нет сделки от меня которые было я закрыл поэтому пока ничего не вижу доллар иена пока тоже тенденция тенденция вернее больше наверх чем вниз но сделок как таковых тоже пока нет и сигналов хорошего нет новозеландский доллар иена пока во флэйте на нзд и сд та же самая картина тенденция больше вниз чем вверх но это будет больше такой флэт поэтому тоже сигнала пока нет ждем доллар канадец сделки у меня есть видим постепенно он восстанавливается я бы пока здесь еще дополнительно долился минимальным объемом по данному инструменту и ждем его дальнейшего роста ауде sd тоже пока сигналов нет я думаю что будет еще возврат на верх и потом оттуда возможно будет какая-то коррекция ауркад пока во флэйте ничего а вот франк тоже ничего out иена тоже пока ничего интересного а вот и задать более сделки наверху я честно говоря побоялся не заходить я рассказывал на прошли занятий сейчас ничего у нас нет канада франк тут тоже пока как таковой сигналов нет все находится во флэйте и ближайшее время так оно и будет канады и на то же самая картина франки и на та же самая картина так евро out было было снижение как видим нас пока доходим до нашей точки входа тенденция больше наверх поэтому кто еще не зашел можете пробовать искать точки входа еврокат сделку на продажу мы открыли были но как видим выше выше раньше чем этого ожидалось пока тенденция вниз но тоже сигналов как таковых я пока не вижу евро франк сидим ждем пока точек входа нет поэтому вы ожидаем евро фунт она самая картина пока как таковых точек входа нет находимся в широком флейте и и такая ситуация когда в принципе не в него что зайти в сделку евро и она та же самая картина тут наоборот рассматривается сделка больше надо наверх потому что евро больше на укрепление иена больше на падение и но тоже время сигналов как таково нет евро зда тоже самое пока сигналов нет фунта ауд пока находимся выше у нижнего нашей точки покупки тенденция наверх кто тоже не успел можете заходить главное рассчитайте риски фонд канада пока без дела фунт франк пока ничего интересного фунт е на то же самая картина и фунт это самая картина пока вообще ничего интересного и здесь я взял и не заходил за дека надо тоже во флэте рубль и отчетка по плану наверх золото по золоту очень интересная картина я думаю что он сейчас будет широком флэйте тенденция на самом-то деле больше вверх целевая цена две с половиной тысячи долларов так по биткоину круто его слили вчера и собственно часть денег это понимаю завели в фондовый рынок сейчас тенденция дальше вверх далее фондовый индекс nasdaq 100 и smp 500 вот это те индекс который я бы сейчас покупал и то чтобы я бы покупал я сейчас и куплю реально и nasdaq 100 и smp 500 потому что в них есть еще дальнейшая тенденция для роста и есть еще куда расти если будет парить еще дополнительно будут до покупать обновление минимума честно говоря ближайшее время я не вижу вот из других интересных это индекс страха викс видим очень круто вырос вот буквально вчера на фоне падением я вчера зашел в продажу сейчас еще дождусь и если будет возможность до зайти еще в одну продажу или если еще подрастет чуть выше я буду заходить если не будем ждать дальнейшего снижения и дохода до take profit собственно на этом у меня все с вами был михаил ричард успехов больше профитов торгуйте инвестируйте зарабатывайте деньги и будьте успешны